здравствуйте сегодня мы с вами продолжаем задание ого и разбирать итак сегодня седьмое задание что из себя представляет как выглядит седьмое задание ого в демонстрационном варианте фипи задание седьмое анализ средств выразительности укажите номера предложений в которых средством выразительности речи является эпитет здесь сразу я хочу вам выпускники указать на маленькую подсказку в самом задании есть подсказка укажите номера предложений значит в ответе мы пишем ни одно число ни одну цифру ни один ответ а несколько и дается несколько предложений 5 предложений хорошо что нужно сделать для того чтобы выполнить это задание чтобы выполнить это задание нам нужно знать в кодификаторе сайта фипи есть значит звукопись эпитет метафора олицетворение сравнения фразеологизм синонимы антонимы аммонимы литота гипербола вот такой список и на значит выпускники нужно знать каждое определение термина чтобы означает этот термин и сегодня мы посмотрим теорию и практику сделаем повторим приемы звукописи их несколько а литерация и ассананс а литерация что такое это повторение согласных звуков согласных вот выделено желтым ассананс повторение гласных звуков и например вам дается такое предложение константин бальмонт чуть слышно бесшумно шуршат камыши слышно много согласных с ш ассананс у михаила юрьевича лермонтова у наших ушки на макушке чуть утро осветила пушки и леса синие верхушки французы тут как тут вспомнили наверное стихотворение лермонтова да это бородино здесь созвучие гласных звуков вот такие значит есть приемы звукописи а литерация ассананс вспомнили повторили хорошо следующее эпитет эпитет это яркое образное определение которое несет особую эмоциональную и смысловую нагрузку например не умрет твой стих могучий достопамятно живой упоительный кипучий где здесь эпитет стих могучий вот выделено курсивом это у нас эпитет и здесь а выпускники призываю вас отличайте эпитеты от обычного прилагательного и причастие приведу самый простой пример серебряная ложка в жизни ложка же бывает из серебра да бывает серебряная седина седина не может быть из серебра то есть это седина серебряная эпитет или живот стальной утюг стальной утюг это обычное определение утюг и стали да а стальной взгляд взгляд и стали ну не может быть это эпитет образное определение так как эпитет очень очень часто встречается в заданиях ога мы немножко тоже практику попробуем выполнить сделать тут же в демонстрационном варианте нам указано найти эпитет посмотрим все пять предложений первое предложение как может маленький человек держать в руках эти страшные весла да здесь в этом предложении есть эпитет страшные весла вот значит ответом будет являться первое предложение смотрим далее и вот не прошло и месяца а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же веслами которые выпали тогда из рук его отца здесь эпитетов нет 3 к сожалению наши снаряды летают не только вверх ну и вниз здесь тоже нет четвертое ведь казалось бы он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе и к этой лодке и к веслам и к черной невской воде да вот здесь есть эпитет а заклятая работа смертельный ужас вот они пятое предложение вы подумайте только он улыбался когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий здесь нет и так следующее средство выразительности это у нас метафор метафора это скрытое сравнение основанное на переносе признаков одного явления на другое по принципу сходства в саду горит костер рябины красной но никого не может он согреть да вы здесь обратили внимание костер рябины красный то есть костер вот она похожая значит на костер это рябина скрытое сравнение что это такое еще раз скрытое сравнение то есть обычное сравнение вы с пятого класса знаете но скрытое значит скрылась подсказка как будто словно без них мы употребляем посмотрим тоже на примере нужно найти метафору и так подумайте прочитайте все пять предложений все бегут стреляют из деревянных пистолетов рогаток кричат и дерутся здесь нет второе лежу притаившись и хихикаю под одеялом но никто меня не ищет тоже нет 3 ныряю с головой под одеяло да вот здесь третье предложение есть метафора четвертое и у нас начинается раз веселая возня беготня по комнате и швыряние подушек до тех пор пока маруся решительно не прекращает этот шум который может потревожить соседей здесь нет пятое солнечные лучи легко бронзая белые занавески веером разлетаются по комнате веером разлетаются вот она скрытое сравнение как веер хорошо нашли метафору следующие средства это у нас олицетворение тоже очень часто встречается в заданиях огэ что это такое наделение неодушевленных предметов свойствами одушевленных утешится безмолвная печаль и резвая задумается радость утешится печаль вот оно олицетворение и радость задумается радость в жизни по-настоящему в реалии ну ну как задумается не задумается это мы образно вот так говорим тоже посмотрим олицетворение в задании огэ деньяр поставил большой черный футляр на мокрый асфальт и прислонил его к стене дома здесь нет второе скрипка плакала и смеялась она летала по небу и устала брела по земле да скрипка плакала и смеялась вот оно олицетворение 3 валерия пробегает мимо легко и свободно словно никто не стоит под окнами и не ждет ее здесь олицетворение нет 4 алена уводила его от нудного дождя от недоступной скрипки от холодной суеты так алена уводила здесь нет 5 все окна как бы умолкли и погасли да вот здесь есть окна умолкли погасли это олицетворение сравнение сравнение это сопоставление нескольких предметов явлений по принципу сходства а часто используем сравнительные союзы как словно будто точно как будто и но в предложении иногда и не может быть данных союзов анчар как грозный часовой стоит один во всей вселенной анчар как грозный часовой это у нас до сравнение сравнение тоже очень часто встречается в заданиях у г поэтому посмотрим примеры и слезы наконец сбрызнули как брызжут в цирке уклонов сильные струей да вот здесь как брызжут в цирке уклонов сравнение первое подходит второе часы были на тонком коричневом ремешке формой напоминали напоминали кирпичик у циферблата было торжественное выражение лица здесь нет второе дедушка михаил ты починил не веря своим глазам спросила виолета здесь нет четвертое она не плакала но было так тяжело как будто она несла на спине мешок картошки тоже нет хотя подождите она не плакала как будто она несла вот она как будто да это сравнение значит ответом будет являться один четыре в пятом здесь нет сравнение фразеологизмы это устойчивые славосочетания обороты речи и например вот такие есть фразеологизмы вы все фразеологизмы вот эти наверное знаете вешать лапшу на уши бить баклуши играть роль почему вот они вот эти фразеологизмы выделены обычным шрифтом потому что они очень часто встречаются употребляются в нашей речи и мы иногда не замечаем это тоже маленькая подсказка для вас выпускники вы их можете упустить или не заметить не забывайте а внимательно ищите так посмотрим синонимы синонимы близкие по значению слова вы знаете это да антонимы антонимы же наоборот это противоположные по значению слова например добрый злой мне грустно потому что весело тебе такой есть пример амонимы это слова которые пишутся одинаково но имеет совершенно разные значения ты белых лебедей кормила откинув тяжесть черных коз я рядом плыл сошлись кормила закатный луч был странно коз вот здесь мы обращаем внимание на слово коз коз это у нас тоже амонимы гипербола это преувеличение художественное сто сорок солнца закат плал ли то то это преуменьшение сократил он их так что некуда нос высунуть какие есть для вас рекомендации что можно посмотреть сидя сейчас дома если есть у вас интернет посмотрите сайт захарина елена алексеевны очень много заданий и вот тоже видео уроки интерактивные задания и там же найдете результат успехов вам дорогие выпускники на экзаменах удачи выполняйте все правильно